Продолжаем наш выпуск. Накануне на базе школьного кванториума 1-го лицея прошли муниципальные соревнования по образовательной робототехнике Edge Robots. Подробные состязания лицея организуют уже в третий раз. В прошлом году из-за пандемии они проходили в дистанционном формате в виде конкурса робототехнических проектов. В 2022-м состоялись очные соревнования. За победу боролись 25 участников из 8 команд разных городских школ. Так чей же робот оказался лучшим, узнала наша съемочная группа. В робо-сумо, что вполне логично, роботу нужно вытолкнуть соперника за пределы ринга. Каждая команда выставляет на ринг робота, которого построила сама. Внимание, марш. Матч состоит из трех поединков. Правила просты. За победу начисляется одну очко. Побеждает та команда, чей робот набирает больше очков. Если в течение 60 секунд ни один из роботов не окажется за пределами черной линии, побеждает тот, кто находится ближе к центру ринга. Если робот не двигается в течение 15 секунд, то он автоматически считается проигравшим. Это робот-сумоист. У него есть одна особенность. Он, когда видит противника, он уезжает назад, а когда видит черную лезвию, едет вперед. У него есть специальная стенка, которая не дает противнику пробить его. Есть боковые стенки, которые может захватить противник и ехать, толкать его. В шорт-треке роботу необходимо за минимальное время проехать полный круг по линии трека по часовой стрелке. Мы создали робота, основываясь на наших участиях в разных конкурсах, в том числе и областных. Он направляется самостоятельно, он считывает черный и белый цвет, то есть линия черная, и он должен по ней ехать. Если он сбивается, он выравнивается, он ищет этот черный цвет и не дальше едет. В номинацию робот-сумо заявилось 6 команд, в номинацию шорт-трек – 8. Участвуют те школы города, которые уже имеют небольшой опыт участия в различных соревнованиях и имеют соответствующую материально-техническую базу. Осенью четыре школы у нас стали призерами победителями областных соревнований по робототехнике «Робостарт». Это школа номер 1, 8, 6 и 2. И, соответственно, их команды, конечно, сегодня представлены. И добавилась у нас еще 16-я школа сегодня. Основная цель конкурса – популяризация научно-технического творчества и повышение престижа инженерных профессий среди муромских школьников. Номинации соответствуют компетенциям всероссийских региональных соревнований «Робофест». Поэтому сегодняшний конкурс может стать хорошей подготовкой для участия в соревнованиях разного уровня. Баллы подсчитаны, итоги подведены. В шорт-треке сразу два места. Первый и третий заняли команды лицея номер один. Как говорится, в своем кванториуме и стены помогают. А вот второе место досталось восьмой школе. Поначалу результаты были не очень хорошие, но борьба была усердной. И в конце я добавил небольшие изменения, что привело к победе. Я участвовал в «Робосумо». Там я занял второе место. Это довольно интересная дисциплина, где можно узнать много нового о конструкциях соперников, набраться опыта и в дальнейшем использовать эти конструкции и дорабатывать их. В номинации «Робосумо» первое место у команды школы номер два. Призерами стали команды лицея номер один и шестнадцатой школы. Елена Петрова, Артем Корнилов. Наши новости.